Самая эффективная экономическая система будет тогда, когда есть конкуренция. Но конкуренция должна быть управляемой. То есть она не должна быть вот как сейчас, да? Что даже антимонопольный комитет просто не может этим всем управлять. Да и этим он и, по сути, плохо занимается. Вопрос. В Советском Союзе все производило государство. Ну, скажем так, в позднее. При Сталине было немного иначе. При Сталине все-таки была частная немножко. То есть была государственно-частная экономическая система, но в большую сторону государства. А все-таки эффективнее было бы устроить экономическую систему, когда 51% всего производства всей экономики принадлежит государству, чтобы государство имело возможность управлять экономикой, чтобы у государства было влияние на это. А 49% отдавать частникам, которые будут конкурировать с государственными предприятиями и производить более качественную продукцию и более дешевую. Так как государство будет выпускать эталонную продукцию с точки зрения качества и цены, потому что государство будет назначать цену на этот товар, то участников не останется выбора, как делать либо дешевле, либо дороже, но качественнее. Понимаете? Вот это самая эффективная будет экономическая система. Будут цены снижаться, а зарплаты расти в такой экономической системе. Вот вам! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok